Микс Ньюз. Утро на балконе. Основатель объединения Рига Стэндап Антон Герасимов у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Поговорим мы о новом сезоне. О юморе. Да, что ждет нас и почему новый сезон у вас с началом учебного года, то есть лето это передышка некоторая и теперь вот прям... Ну лето это вообще такая пора, когда хочется побывать на улице, естественно. А стендап это больше такой жанр, где камера, где надо посидеть под крышей, чтобы не мешал дождь и всякие такие сопутствующие вещи. Дзинтари. Ну дзинтари это в идеале, да. Это такой вот, если брать с Латвии Юрмала, вот арена Рига, дзинтари это такие вот две мекки получается, что мечта. А нет ли такого, что, кстати, вот арена Рига и дзинтари, например, то есть если мы берем такие большие залы, то они немножечко портят вот саму эту суть стендапа, потому что стендап это камерно, это вот пришли там 20 человек, сели за столиками, что-то себе хихикают, а мы же потом, может быть, посмотрим в каком-то виде онлайн там по телевизору или нет, может быть, нет. Но в любом случае стендап это такой вот между собойчик немножко. Или я ошибаюсь, это не так? Ну не совсем. О чем вы сейчас говорите про 20 человек, это больше такой вот разновидный стендап, это называется open mic, открытый микрофон. Это в основном происходит в барах. Приходят как раз-таки 20-30 человек зрителей, они выпивают, веселятся. Очень хорошо, если витилятся и над юмором комиков, да. И так называемые комики, они проверяют своего нового материала. На пьяных зрителях в маленьком количестве. Ну не совсем на пьяных, там кто-то же может и чай заказать с ликером. И тем самым комики проверяют своего нового материала, чтобы потом показывать его на более таких больших платных концертах. Новый сезон. Что ждет? Чем он особенный? Ну во-первых, он уже четвертый. То есть мы еще не погибли, мы живы, мы голодаем, но мы верим в лучшее. Боремся. О, оптимизм. С унынием, да. Тем более вот прибалтийский климат, он иногда, благодаря нему мы впадаем в депрессию. И тут появляемся мы, суперкоманда «Рига Стендап», и дарим улыбки вам, позитивное настроение, счастье. Насколько нашу публику легко, сложно расшевелить? Мы такие вообще, ну, занудные немножко. Ну, у вас нужно с вами повозиться, как говорится. То есть сколько нужно времени, чтобы раскачать аудиторию, если стендап хороший? 20-30 минут или они в конце начинают реагировать? Ой, бывает вообще сразу, как правило, ну, в большинстве случаев получается сразу, вначале, перед тем, как стендап-комики приступают к своим основным аналогам, вначале есть такой самый активный ведущий, который выходит, и общение с публикой организовывает. В России. Самада. Нет, это вообще другое, да, там конкурсов никаких нет, он просто общается с публикой, вот как дела, вот как настроение, где работаешь, да, и это подхватывается всей остальной аудитории, получается очень весело, уже как бы вот ядро позитивного заряда, оно уже есть с самого начала, и потом только по нарастающей идет. Ну, наверное, на такие мероприятия и приходят люди с каким-то чувством юмора, вряд ли туда придет человек, который вообще не, ну, то есть он идет уже с настроением, что ему будет весело. Не обязательно, бывают такие образные снова, да. Ну, давай, весели меня, я заплатил 20 евро. Не, ну, он бывает приходит, чуть ли не в черных очках, вот с таким каменным вооруженным лицом вот сидит. В малиновом пиджаке, да? Возможно, да. Он иногда меняет пиджаки, вот разного у него есть, да, и в горошек и так далее, да. Но в душе у него все равно пиджак малиновый. Он потом, да, он потом спустя полтора часа, он встает, подходит, пожимает руку и говорит, это был самый лучший день в моей жизни. Я так в душе, он, то есть смеется вовнутрь, так называемый, да. Есть такая вот, да, характеристика у человека, да. Его внутри разрывает, ну, а наружу он какие-то эмоции. Ну, тогда комик очень сложно, он не понимает реакцию, он не видит отдачи. Или со сцены не очень видна эта отдача. Ну, слава богу, я вам скажу, таких меньшинство, которые смеются в себя, все-таки большинство, они с позитивным настроением. Опять же, когда мы делаем не в кинотеатре, а вот, допустим, вот закрытие сезона у нас в Юрмале было, сейчас 24 августа, если не ошибаюсь, да. Там столики, и можно тем более заказать еще и алкоголь, естественно, это как дополнительный фактор, да. Алкоголь, да, он все-таки сопутствует. О чем сейчас шутят? То есть, вообще, если мы возьмем старшее поколение, которое очень скептически относится к стендапу, вообще к жанру стендапа, именно потому, что им кажется, что это немножко пошло, немножко так, может быть, маргинально, да, скажем, молодежь легче подхватывает любые веяния и так далее. Вот сегодня юмористы стендап, стендап-жанра, о чем они шутят? И точно ли это немножко пошло? Местами, конечно, это пошло, но в чем сама суть? Это, мне кажется, какие-то постсоветские предрассудки, и нам нужно все вместе взяться за руки и высвобождаться. Как говорится, освободиться из матрицы и попасть в реальный мир. Наша жизнь, она состоит из пошлостей, каких-то греховностей, каких-то позитивных моментов, негативных. Это все части наших жизней, и нужно про это рассказывать. Рассказывать лицо, рассказывать перед большой аудиторией, и тогда мы будем чувствовать себя более высвобожденным. Ну вот стендап, он же вообще ассоциируется. Это мат, это там, не знаю, расизм. А у кого кто это? Покажите-ка, покажите-ка, кто это? Мы с Настей на такое смотрим, поэтому у нас вот такое вот мнение. Есть красные линии какие-то? То, на какую тему вы шутить не будете. Ну вот, не знаю, у Бузова Инстаграм заблокировали из-за того, что она там про блокаду пошутила. Но в стендапе вполне возможно, что там и шутят над такими вещами, над расизмом, над нацизмом, над какими-то вещами, которые многие скажут, ну как же так можно? Не лояльно, не демократично и так далее. Ну конечно, опять же, зависит от того, куда идёт контент стендапа, куда он идёт. Если он идёт на телевидение, тот же взять канал ТНТ, естественно, там есть своя цензура, свои редактора, которые... А у них цензура? Ничего себе! Конечно. Не, они матом уже начали вроде как ругаться, но это запикивается. Это запикивается. То есть вы знаете, что там мат, но он запикивается. Да, да. А вот брать, допустим, Ютуб, допустим, поперечный самый главный стендапер Ютуба, по сути, да. Там ничего не запикивается, там нет никакой цензуры. Он захотел про это сказать, на это и сказал. А вот меняется ли у них, у стендап-комиков, меняется ли шутка и вообще программа в зависимости от того, куда они едут? То есть, скажем, если в России это пройдёт, в российской глубинке пройдёт, может быть, другая шутка, там вообще много чего пройдёт, что страна огромная, там на вкус и цвет. Приезжая к нам, например, ну нужно эту программу немножко поменять, допустим, потому что очевидно, что та или иная шутка, она просто может не зайти здесь, потому что другой менталитет, немножко другая культура. Или мы, в принципе, в одном таком информационном пространстве живём, мы сильно менять не приходится. Ну это зависит от вообще материала стендапера, естественно, на что он нацелен. Есть стендаперы, которые, допустим, тоже у нас часть комиков есть на алтышском языке, они шутят, они шутят вот про Латвию, там вот про Ригу, там про деревню там свою и так далее, да. Такой, естественно, дальше Риге, Латвии не пойдёт. Ну всё-таки, если ты ставишь перед собой какие-то цели, а всё-таки большинство комиков они какие-то ставят перед собой цели, собрать там сольник, какую-то арену Ригу, на телевидение попасть. Надо действительно вот шутить на такие темы, которым будет понятно и бабушке Сызерни, как говорится, которая включит телевизор, и она вот, а, это я понимаю, да. А продюсеры какие-то есть у таких стендап-комиков, которые, скажем, вот увидели, вот, талантливый мальчик, давай-ка мы его себе заберём, там, предложим ему что-то? Или как вообще это происходит? Конечно, вот, допустим, вот как на ТНТ появляются новые комики молодые, они очень много выступают, ходят по открытым микрофонам в Москве на всякие технические вечеринки, и, допустим, их приглашают на разогрев, допустим, к Нурлану Сабурову. Нурлану этот комик на разогреве очень понравился, говорит, слушай, а пришли-ка видео там к такому-то продюсеру с нашего канала. Присылается видео, продюсеру понравился тоже этот комик, он видит какой-то в этом потенциал, он его приглашает на технические вечеринки уже того же, допустим, стендапа на ТНТ, если всё окей, его берут в эфир, и у него появляется эфир. Ну, есть сейчас же очень много конкурсов, да, которые, ну, по факту являются отборочным туром, да, когда, скажем, более опытные комики судят и оценивают начинающих, когда-то открытый микрофон, да, например. Ну, вот у нас даже есть региональное представительство. Это честно всё? Они потом даже куда-то идут и чего-то добиваются? Или это больше шоу? Нет, конечно, это всё честно. Они сами борются, сами пишут, да, ну, при помощи наставников, да. И впоследствии они, получая вот эфира, во-первых, они становятся более узнаваемые, получают за корпоратив не 100, а 200 евро, уже, допустим, два эфира было, или не один. Но это во всех случаях получается, что какой-то подъём. А вот про стендап заговорили, ну, Comedy Club, конечно, вспоминается в первую очередь, и вот не так давно, ну, тот, кто, наверное, в дуть смотрит, знает, что не злобен, например, будучи уже известным, гастролирующим, собирающим тысячи людей, ездят в Америку для того, чтобы простоять очередь и попасть на открытый микрофон и вот постендапить для этой публики, там, для 50 человек, например. Ну, это, знаете, как в каждом из нас наверняка сидит такой маленький либо большой демон, который хочет поработить мир, назовем это так, да. Когда ты уже всеизвестный в русскоязычном пространстве, тебе становится мало, скучно, и ты хочешь чего-то большего. Естественно, английский язык – это number one во всём мире, и если ты начинаешь шутить на английском, у тебя накапливается материал на английском, ты можешь выступать вообще везде. И тебе будет и в Азии понимать, и в Америке, и в Европе. Естественно, это уже такой вот уровень. Вау. А вам говорили, что вы на Щербакова похожи? Нет, в первый раз. Ну, вот видите, ну, это правда. Я сначала подумала даже, что это он пришёл, думаю, вроде не объявляли. А у вас есть свои любимые комики? Нет, честно. Вы никого не любите, или они все вам нравятся? Нет, уже настолько вот притёрлось. Мне больше, во-первых, нравится телевизор, я вообще не смотрю. Мне больше нравятся живые выступления. Опять же, когда кто-то из известности приезжает, мы у них выступаем на разогреве, обычно, да. Живая комедия, она как будто вот другая. Не как как будто, она другая. А по поводу любимых комиков, да нет, на самом деле. Даже вот приезжающие, вы знаете, что приезжает такой-то, не знаю, такой-то комик, такой-то стендап-комик. Вот прям хочется сходить, потому что интересно. У него там живой материал, у него там, оно харизматичное. У меня нет любимого комика, у меня нравятся в каких-то комиках определенные, допустим, качества. Иван Абрамов, допустим, мне нравится его артистизм. Нурлан Сабуров, его харизма. У кого-то там ещё что-то. Если собрать... Иван ещё на 5 фортепиано или на 5 ночных играет? Ну, конечно, конечно. Это вообще богатейший, одарённый человек. Да, что и на всех инструментах... А, звонок, да? Надевайте наушники, да, у нас звонок есть. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу вашему гостю сказать одну реплику и потом задать вопрос. Реплика моя такая. Вы говорите, что так как сейчас в пошлости много, то надо людей старшего поколения объединиться и их начать учить. Я хочу сказать, что пошлость ни в какие времена не поощрялась. И мне кажется, что вместо пошлости лучше учить участников стендапа культурным шуткам нормальным. И они будут всем нравиться. И это будет сто раз лучше, чем пошлость. А вопрос я хочу вам задать такой. А почему вы не шутите по поводу комиссии рынка бумаги финансов, которые заставили 60 тысяч пенсионеров унижаться, стоять в очередях по 3-4 часа? Ведь для нормальных юмористов это такая тема для шуток была бы, да? На всех языках. Вот я вам желаю сделать такую интермедиу и показать ее и по телевизору, и на улице, и где хотите. Всего доброго вам. Спасибо. Я, может быть, дополню вопрос. Политические темы насколько часто затрагиваются, насколько у нас люди любят вот этот юмор на политические темы какие-то? И не боятся шутить. На политические темы как раз-таки менее всего, потому что это всегда грустно. Политика – это всегда грустно, да. Ну, мужчина сказал очень правильную мысль, что, опять же, нет такого, что… про то, что он сказал, что нельзя про это шутить. Обязательно либо есть, либо появится комик, который будет про это шутить. То есть у каждого комика есть какое-то свое внутреннее «я», какое-то свое информационное поле, какие-то свои желания, наболевшее внутри себя, да. И благодаря этому он создает какой-то свой контент и материал. Ну, опять же, немного, видимо, меня неправильно допоняли правильно. Я не имел в виду, что надо шутить только про пошлость. К тому, что пошлость, как и все остальное, как и доброта, любовь, взаимоотношения, дружба – все это составляющие, естественно, наших жизней, да. И все имеет право на существование, да. А что ты говоришь и что нет – это исключительно должно быть исходительство воспитания, чтобы тебе потом не стыдно было смотреть в глаза кому-то. Вы в самом начале сказали, что тяжело, боретесь, но продолжаете уже четвертый сезон. Можно ли жить только за счет стендапа? Или это всегда есть у человека работа основная, а стендап – это уже хобби? Ну, в Латвии прямо вот только на этом жить нельзя, потому что и маленький рынок, и, опять же, всего этому три года, сейчас четвертый сезон пойдет. Естественно, это совокупность разных вещей. Это и ведение мероприятий, и сценарные работы, и рекламные работы, ну и в том числе концерты, гастроенная деятельность. Но есть вот в сообществе стендаперов, не знаю, человек, который работает сантехником, и по вечерам приходит народ веселить? Конечно, конечно, да. Самая необычная профессия, может быть, среди участников. А, так? Если вот прямо взять? Да, но имена с фамилиями, конечно, не надо. Просто интересно, кто вот, может, человек такой вот невзрачный в банке сидит с утра до вечера в галстуке, а вечером выпускает свой альтер-эго. А, был один такой, он гробовщиком работал некоторое время. А про что у него шутки были, боюсь спросить? Ну, были какие-то вот тоже несколько... Из профессии, а какой-то профессиональный юмор. Ну, ногти грязного человека. Ну, да, но вообще, в принципе, у вас, если взять людей, которые выступают, это люди заточены на то, чтобы, скажем, просто получить удовольствие, для них это хобби? Или это люди, которые хотят это сделать в своей профессии? Ну, может быть, сменить ту, которая им не нравится? Может быть, узнать именно, вот, скажем, вот эту часть стендап-профессии как таковой и остаться в ней, может быть, и двигаться куда-то дальше? Может, более амбициозные люди? Естественно, так скажем, потолок амбиции – это стать стендап-комиком всемирно известным, хотя бы получать какие-то эфиры, да. И опять же, это может быть и просто как развитие. Например, есть люди, которые очень были стеснительны, они даже боялись, вот, даже со знакомыми людьми, которые их друзья, вот, тоже общение очень сложно происходит. Но есть такие местами закомплексованные люди. Есть даже один такой пример, я не буду озвучивать имена, фамилия, да. Благодаря там стендапу, всякой этой деятельности, он стал чуть ли не самым общительным человеком на планете Земля. Вот так вот, раскрепощает. Конечно, конечно, да. По поводу женского лица хотелось бы поговорить тоже, насколько много у вас девушек-участниц, и становится ли их больше? Наверное, самая популярная Лидия была, которая была участница. Да, у нее был эфир у Скуталиса, там набрало что-то порядка 300 тысяч просмотров, да. Там хайпануло, назовем, да, как это сейчас популярно. Девушки тянутся в стендап, вы их берете, насколько процентуально? Меньше, конечно, чем парни они появляются, но, естественно, они есть. А почему они меньше появляются? У них юмор не такой острый, или им тяжеловато там в мужской компании, потому что стендап-комики, ну, понятно, это определенный тип людей все-таки, да, с которыми надо как-то ужиться. Или это изначально просто стереотип, что там это мужская профессия, что мне там делать, куда я там полезу? Ну, изначально, мне кажется, все-таки это стереотипность, да, что, да, что я там среди мужиков, как говорится изначально, что вот стендаперы – это вот мужчины первые, ну, их большинство, естественно, что мы едим на американском ТВ, на российском ТВ, но постепенно это меняется, на конкурсы типа «Открытый микрофон» и «Камеди Баттл» приходит все больше девушек, и даже, насколько я знаю, осенью стартует новый проект на ТНТ «Женский стендап», где будет только… И здесь сексизм. Да, будет только девушки и гей. Замечательная компания, отличная компания. Не знаю, у кого лучше, у девушек или у гея. Надевайте наушники, примем еще один звонок. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот добрались, наконец-то, до стендаперов. Вы знаете, мне понравилась фраза вашего гостя в начале беседы, что люди приходят, выпивают и веселятся. Это я к чему хочу сказать. Я человек достаточно возрастной, мне 65 лет, и я не фанат Петросяна, потому что Петросян – это не юмор. Но, вы знаете, глядя на выступления стендаперов, у меня создается такое ощущение, что вот как раз над некоторыми шутками можно смеяться, очевидно, только после стакана. Конечно, среди стендаперов есть талантливые ребята, но все-таки, по моему мнению, больше половины шуток, извините за выражение, ниже Плинтуса. А по поводу юмора про политику, так это же самый лучший юмор, он воспринимается всеми возрастами, будем говорить так. Спасибо. Вот хотелось бы услышать ответ от вашего гостя. Что скажете? По поводу политики, почему вот все не происходит на политические темы? Видимо, кому-то кажется, что это для всех смешно, но, видимо, по опыту. Опять же, да, по поводу алкоголя, опять немного вырвано из контекста, нет такого, что стендап – это чисто такой алкогольный жанр. Есть, опять же, открытые микрофоны, где собирается мало людей, как правило, это в баре, но, естественно, это предполагается, что человек что-то может себе заказать. Не, надо понимать, что мы сейчас говорим о том, что каждый по-своему это воспринимает. Конечно, конечно. Кто-то понимает, что там сидят зрители, у них на них бокал вина, и они смотрят стендап, да, и слушают его, соответственно. Речь не идет о том, что собралась компания с 20 человек, просто выпили весь бар и ушли там на рогах домой, посмеявшись над всем, над чем можно посмеяться и над чем нельзя посмеяться. Не, опять же, второй звонок уже мы видим, человек позвонил в возрасте, судя по голосу. Да, это, опять же, не до конца понимание. Да, по поводу политических тем, опять же, есть определенные комики, кому это нравится, он шутит. Я, например, в политике вообще не бум-бум. У меня ни одной про это нет в шутке, потому что это мне не близко. Опять же, стендап – это такой жанр, где надо шутить о том, что тебе близко, что тебя волнует. Политиками они волнуют, меня волнуют те вещи, которые я делаю, соприкасаюсь с чем. Вот приходи на стендап, ты услышишь. Ну да, какие темы волнуют? Здоровье, отношения с семьей, друзья, сделать что-то хорошее. Ну то есть, опять же, делая стендап, мы делаем что-то хорошее. Человек приходит, он отдыхает. И опять же, вот примеры вам, люди, которые приходят на стендап в качестве зрителя, они в конечном итоге могут так пассивным методом избавляться от своих комплексов. Мы сами над собой смеются. Я прям вот, я обязана задать этот вопрос. Не обижаются ли близкие? Я иногда слушаю стендапы Нурлана, думаю, вот ко мне домой он мог бы даже не вернуться, это было бы просто травмоопасно, но вот тем не менее его жена как-то терпит. Как близкие реагируют? Потому что очень часто комики высмеивают, то есть высмеивают своих близких, высмеивают родных им людей, потому что это вот просто жанр подразумевает такой сарказм, иронию, какую-то резкость, грубость иногда по отношению к людям, которые рядом с тобой. Как потом это всё разгребать-то? Все ты каждый раз даришь? В их случае, когда приносишь домой столько денег, я думаю, там не возникает вопроса, что и как, да. Не, ну... Всё покупается, вот так семейное счастье покупается. Не, ну и к тому, что, естественно, наверняка, я слышал, что вот эти топовые комики телевизионные, что есть какое-то всё-таки табу, на что они не шутят, заранее обговорив это с близкими. Есть такое, да. Но, опять же, вторая половинка явно, она понимает, что так надо. Иначе, как бы, это уже будет не стендап. Да, ну, вы понимаете, вторая половинка понимает, а там 250 тысяч человек в это время думают, ну и дура, да. Ну это же надо было так вот жениться неудачно. Ты же каждому не объяснишь, что это юмор. Вот поэтому и вопрос. То есть, насколько часто комики жертвуют, может быть... Ну, они, может быть, не жертвуют своими отношениями, но они вынуждены идти на такие жертвы для того, чтобы номер получился именно такой острый, интересный, смешной. С изюминкой. С изюминкой, да. Ну, конечно, это необходимо. В этом и суть стендапа. Если это будет всё плавно, как-то немного приторно, слащаво, это же никому не интересно будет. Мы получим Петросяна. У нас минутка остаётся. Вы тоже упомянули, что и русскоязычные, и латыши, да, существуют. Как сосуществовать? Потому что мы знаем, что есть и подколки тоже в обе стороны по поводу национальности. Насколько дружно вы живёте? На самом деле, по поводу национальных признаков мы уже вообще не шутим. У нас в Open Mic, допустим, приходят, комики выступают на латышском, на русском и на английском языках. И очень хорошо, что наши жители большинство понимают все три языка. И про межнациональные какие-то штуки вообще нету шуток. Вот так, интеграция в чистом виде. У нас даже есть такой отдельный концерт раз в году, который будет традиционно в декабре, где объединение камень и дилатами на латышском, наше на английском, стендап на русском. Мы сходимся в дружеском поединке и выясняем отношения не на межнациональном признаке, а кто сильнее в рамках стендапа. И англоговорящий бэн там ещё есть. Я точно помню. Что в ближайшем будущем ждёт нас? 30 августа в замечательном кинотеатре «Аполло» состоится открытие сезона, четвёртого сезона «Рига стендап», куда приезжает наш друг, очень крутой комик из Москвы, стендап ТНТ Женя Чеботков. Приходите, последние билеты в биржу-сервисе, будет очень круто, вау! Всем счастья! Так что да, приходите обязательно, посмеётесь 100%. Хоть над какой-нибудь шуткой найдёте для себя. Спасибо!